В чем еще можно здесь в кадр? Привет! Почему вы ей не попозировали? Правильно! Все мы тут собрались на Миксу. Говорят, что Миха! Миха все называют! Миха! Мужик! Мы на презентации Миксу. Это французская косметика. Она для чувствительных польши. И она как для взрослых, как для мамы, так и для деток. Поэтому мы сейчас будем вникать, познавать. Мы тут с девочками. Нам уже как подарки присылали и мы уже пробовали. Но мне понравилось. Я, кстати, сейчас с этим тоже оставлю. Мне сама по шампуне одену. Сама, да, наверное? Пока ребенок не видит, сама помыла голову. И вообще, Бима! Крем один я не пробовала. Я два. Уже попробовала. В сети я днем, а на ночи, меня зовут Альона Чугарева, с кем мы еще не знакомы. Очень приятно познакомиться. Я пиар-координатор компанії Нереальи в Масфаре. Очень мягко. Рада, что тут вам прекрасно с солнечной холодной. Важливым в развитии бренда Микса, так как он начал належать компании Нереаль, и именно с того периода он стал действительно уже доступным многим французским женщинам. В 1997 году бренд запускал действительно знаковые продукты, которые одни из топовых. И дотепер это саме догляд за тілом. Это были створены два молочка за тілом, которые нижно и бережно доглядали по шкоду шкиру тіла, а саме уже и с шелушинами, и трещинами. Это было новое молочко. И уже за два года, в 1999 году, данный бренд став номером один в категории догляда за тілом у Франции. История бренда продолжается. И я действительно рада, что уже так много французских женщин доверяют данному бренду. Это так, что мы не бренд для них. Но не только для французских женщин. Этот бренд динамично и активно развивается в любой европейской стране, в которой он запускается. Вы можете это сейчас, скажем, попробовать ощутить. Ну, это конечно. Но при этом более насыщенно, но когда Вы ее, скажем, распределяете по поверхности кожи, превращается в лист. Да, в лист. Но не оставляет, скажем, бреночку комфорта, увлажненности, но не маски, да, которые, как правило, вызывают из комфорта и кожа не дышит. Вот, пыталась раньше. Да, вот это средство позволит смельчать, питать, потому что в составе масло и при этом удерживать влагу благодаря ингридентам, таким как глицерин и контакт. 24 часа, да, Роган? Да, 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 абсолютно верно. В составе здесь уже ингредиенты, которые позволяют мотировать. Это медь, это мотирующая кудра, которая мотирует, вкладывает, например, такие несовершенства, как может быть расширенный пол, который будет быть шестерка. Да, да, абсолютно верно. Так, делаем. Здесь у тебя получится две. Давай. Ладно. Мастер-класс. А я... Где вам я спать укладывает? Все, уложил. Только что так пел классную мне песню, дал мне Мишку и говорит, спи. Ты мне подарок несешь? Где руки в машине? А что машины делают? Руки нету. Нету руку машин, да. А что они делают? Кушают? Да, кушают. И Дема кушает. И Дема кушает. В последнем влоге вы попросили меня, чтобы я рассказала, чем же закончилась эпопея с запорами, с ацетоном, с больницами, с хирургами. Сейчас я так постараюсь кратенько рассказать, может быть, это как бы наша история вам поможет. Итак, когда нас выписали с больницы, нас направили к хирургу в первую больницу на Богатырское. Мы туда поехали, нас записал хирург на рентген с контрастом. Что, в принципе, я бы не хотела, конечно же, делать, но записали, ладно. Ну, думаю, записали, кстати, на целый месяц вперед, то есть целый месяц надо было ждать. Поэтому я подумала, что надо сделать еще пару консультаций у других хирургов. Но я всегда такая, я подстраховываюсь, я прохожу три врача одинаковых и два мнения должно совпасть. Значит, это верное мнение. Но у меня такой прикол. Мне кажется, это верно, это правильно. И я пошла по врачам. Потом еще была у нашего педиатра, потому что я хотела проконсультироваться по поводу питания. Нас выписали, и я вот думаю, чем же мне кормить ребенка, чтобы ацетон не возвращался. И пошла к педиатру. Педиатр рассказал, что тем-то, тем-то, я думаю, что каждая мама знает, чем кормить ребенка. И наш врач посоветовал сдать анализы на переносимость лактозы. Я думаю, ну хорошо, сдам. Сдали мы эти анализы, и у нас там что-то показало, я в этом не разбираюсь, но педиатр посмотрела, сказал о том, что попробуйте убрать молочку. Я говорю, что вы там видите? Говорит, возможно, у вас запоры от молочки. Ну, думаю, окей. И я убрала молочку, и уже неделю ребенок ходит в туалет самостоятельно, почти каждый день запоры исчезли. Конечно, я еще думаю о том, что помимо молочки, еще у него такая прям жесткая-жесткая у него диета. И я отвариваю ему свеклу, отвариваю ему морковку, он ест только каши. Он почти не ест мясо, то есть мясо через день, и исключительно только говядина, телятина не даю, свинину он никогда и не пробовал. Потом индюшатина, и чуть-чуть иногда даю курицу. Отвариваю очень хорошо, и даю действительно 50 грамм, то есть совсем чуть-чуть. Что еще даю? Он у меня не ест теперь хлеб, то есть если я и даю хлеб, то я его обжариваю, то есть делаю сухарики. То есть обжариваю просто на сковородочке, они подсыхают, и вот он их грызет. Также даю сладкие сухарики, печенье только галетное, компоты, чаи. Даю макароны только чуть-чуть иногда, и исключительно тоже это твердых сортов пшеницы. Супы и борщи варю исключительно только на овощных бульонах, то есть он у меня на мясных бульонах уже ничего не ест. И я думаю, что вот это очень влияет хорошо на стул. Ацетон. Ацетон у нас вернулся сегодня. Вот сейчас утро, и я смотрю, он ночью плохо спал, и утром я услышала с ротика запах ацетона. Так как у меня дома есть палочки, я проверила, ацетон у него все-таки есть. Почему? Я отправила в детский сад, он ходил два дня, причем кормила завтраками я его дома, и с ужина я его забирала, то есть он в садике только обедал, и все равно это повлияло. Я спросила воспитателя, что он там кушал, я попросила, чтобы молочку не давали, и чтобы исключили любую сдобу. Мне признали, что он съел булку с маслом, и в принципе в детском саду не овощные бульоны, а все-таки мясные. Поэтому я все-таки думаю, что в детский сад мы летом ходить не будем. Я, наверное, что-то с работой подумаю, может быть, маму отправлю с детками на море. Кстати, это море очень хорошо, понятное дело, что в общем это хорошо, но для детей до трех лет очень хорошо море, потому что у них могут быть аденоиды. У нас их нет, но врач сказал, что они как бы возможно могут быть, то есть следите за этим, посещайте соляные пещеры или соляные комнаты, ну или море, естественно. Поэтому вот у меня, конечно, очень такое хорошее желание отправить на месяц детвору с мамой на море. Теперь возвращаюсь к врачам, к хирургам. Я посетила педиатра, я вам рассказала, почему и как, и что он сказал, то есть молочку исключили. Или, кстати, попробуйте, если у вас запоры, исключите молочку. Я не даю ничего из молочного, кроме кефира, и кефир тоже не каждый день, даже творог исключила. Многие говорят, а как же кальций? Кальций можно взять и из других продуктов. Но для меня сейчас очень важно, чтобы ребенок ходил в туалет каждый день, потому что ацетон может подниматься, еще и от токсинов, которые, ну, каловые массы. Вот. Кстати, девочки, спасибо вам большое за ваши комментарии, очень много полезного вы написали, то есть своими историями делились, и я очень полезного много вынесла. Вот прям все-таки мамы, когда они собираются и все обсуждают, это реально сила, то есть это очень здорово. Спасибо. По поводу, хочу вам посоветовать врача, мы были в разных больницах, и почти каждый врач говорил, да, сделайте, сделайте рентген с контрастом. Один врач сказал, зачем? И я такая, оп, я говорю, а почему? Типа, вот все советуют, а вы говорите, что не надо. Он говорит, его всегда можно сделать, но говорит, подождите лето, все лето, говорит, покормите, вот ребенка сейчас пойдут уже овощи, фрукты, которые без химикатов, и говорит, у вас клетчатки будет много, то есть стул наладится, если он не наладится, значит, да, может быть проблема. Говорит, понаблюдайте, всегда, говорит, можно сделать этот рентген с контрастом. Мы были в последний раз, вот, у консультации детского хирурга в Добробуте, и вот этот врач нас отговорил, его зовут Бабков Андрей Сергеевич, вот, мы ездили на Севастопольскую площадь, в тот Добробут, и я, если честно, рада, потому что вот он сказал, что, ну, пощупал животик, пальчиком залез в анус Демиду, там пощупал и сказал, что нету никаких, знаете, проблем, которые видимые, и говорит, попробуйте вот, ну, ничего не делать, а просто правильное питание, очень много жидкости, и говорит, если стул уже начал налаживаться, то, говорит, не надо ребенка мучить рентгеном с контрастом, всегда вы можете это сделать, говорит, то есть, это как бы не настолько проблематично, как вам кажется. Рассказал даже, как это все происходит, поэтому я так успокоилась, и действительно, я вот рада, что я тоже попала к этому хирургу, то есть, тут нам полностью прописали, что да как, и сейчас он у меня на таком, знаете, под прицелом, можно сказать, я же говорю, в детский сад я вообще сводить не буду, потому что все-таки питание в детском саду не совсем то, которое бы я хотела, то есть, оно отличается. Вот так вот, девочки, пусть ваши детки будут здоровы. Тихо, я тебя съем, Боня, я тебя съем, 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 съем. Съем.